Романтическую комедию «Плащай шпаги» дали в Театре юного зрителя. Спектакль «Фан-фан-фюльпан» вырос из киносценария. Пожалуй, это первая полномасштабная постановка в России по мотивам известного французского фильма. Марина Смарагнова побывала на сдаче спектакля. Я так счастлива! Вы даже не представляете! Как я счастлива! Мама! Фильм из ткани, которого пророс этот спектакль, Тюза уже давно стал легендой кино. Кто же не помнит блистательного Жерара Филиппа и Джину Лолы Бриджидо? Хотя, наверное, помнит только родители нынешних зрителей Тюза, да и то не все. Режиссер Игорь Ларин считает сценарий Кристиана Жака очень сценичным. Была пьеса Кима, были варианты музыкальной комедии, но вот такая в чистом виде. Мне очень хотелось сделать давно. Мне кажется, что киносценарий Кристиан Жака, который был написан еще в 47-м году прошлого века, очень театральный. Фан-фаной играет Илья Колесов. Его герой легкомысленный, но обаятельный Лавилас. Попавший в сети обмана. Лукавыми уловками его завербовали в армию. В сети любовного романа он тоже попался, но уже почти сознательно. Моя судьба предсказана вами вверх. Кто кому солгал, кто кого обманул. В спектакле как подобает много танцев и фехтования. Хотя артистам пришлось непросто. Трюки ставил специалист из театра каскадеров. Оружие непривычное нам в театральной школе, поскольку это не шпага, не рапира, а это сабля. Она и тяжелее, она и мощнее. Удар должен быть. Тут гарда достаточно. У меня тут кокатушки все сбиты. Премьера – это только начало жизни спектакля. По своей архитектонике он непрост, поскольку у него много массовых сцен, танцев, батальных фрагментов, видеопроекций. Да и к костюмам надо привыкнуть. Спектакль стилистически выдержан. Постановщики обратились к эпохе Людовика XV. Сделали это легко и с юмором. Марина Смарагнова, Василий Мосин, городской телеканал.